Давайте вспомним, я это говорю на каждой лекции, но это очень сложно понимаемая вещь, поэтому я сейчас еще раз это все вам расскажу и повторю. Вот смотрите, судьба, она всегда все разрушает. Жизнь человека течет в сердце и связана с сердцами других людей. Мы это не видим. То, что происходит между сердцами, чувствуется, и мы хотим поменять это с помощью слов. Но слова все могут менять только если люди очень чисто и светло друг к другу относятся. Само по себе, если между людьми разрушается связь, люди приходят, начинают общаться, говорить, а связи-то нет, и поэтому слова не действуют. И это означает, что мы не знаем, как менять жизнь. Мы в растерянности. Он уходит другой, я ничего не могу ему сказать, он не слышит. А так всегда бывает. И дети нас не слышат тоже. Они своей жизнью живут. И родители, и друзья. Потому что есть только одно действие, которое может сделать так, чтобы кто-то поменялся. Это действие происходит через сердце. И в целом плохих людей нет, все хорошие. Есть только одна проблема. Время или судьба разрушает отношения. То есть туда входит такая тяжелая энергия, которая мешает сердцам быть связаны друг с другом. И поэтому каждый день человек должен делать три вещи. Первая вещь. Контактируя с Богом, он должен сначала наполнить себя изнутри. И это выражается в виде того, что все будет хорошо. У человека появляется спокойствие в сердце. Все будет хорошо. Спокойствие. Вторая стадия. Она сама по себе возникает. Не надо об этом специально думать. Потому что судьба знает, где, куда силы направить. Куда речку пустить, судьба знает. Она знает, что там разрушаются отношения. Где не хватает, где затор, туда и пойдет сила. Вы продолжаете молитву. И вы начинаете чувствовать, что вам уже легче думать о вашем муже, который вас бросает. Вы раньше даже думать о нем не могли. Сейчас вы можете о нем думать уже. Дальше вы чувствуете, что, в принципе, вы даже готовы с ним поговорить. О чем-то вообще просто поговорить. А говорить именно об этой теме не надо. А просто поговорить о детях, о жизни. У нас же есть что-то общее. Осталось же, правда? То есть у вас появляются силы поговорить. Это влияние означает. Речка начинает пробивать вот этот заслон между двумя сердцами. Нить вот эта вот незримая. Начинает очищаться. И вы начинаете чувствовать, что вы можете с ним говорить, и при этом вам сердце не ранит. У вас появляется возможность общаться с человеком. По-доброму. Несмотря на злой поступок. У вас есть силы на это. А он в результате этого общения меняет к вам отношения. И начинает чувствовать, что что-то не то происходит. Он даже может жаловаться на это. Но при этом жизнь не меняет. Он живет, как жил. Но при этом чувствует, что что-то не то. У вас уже есть дружеские отношения. Может быть, это еще не супружеские отношения. Но дружеские уже есть. Вы общаетесь, как друзья. Третий этап. У него начинает меняться сердце. Вы продолжаете молиться. Энергия любви течет дальше. Потому что она Богу принадлежит, эта энергия. Что такое молитва? Это контакт с Богом. Не заставлять Бога его вернуть. А просто служить Богу, любить Его, думать о Нем. И в это время вот эта река любви начинает течь. Она заполняет сначала изнутри сердце. Человек спокойно жить становится. Говорит, Олег Геннадьевич, мне что-то на душе неспокойно. Значит, вам не хватает энергии Бога. Она в виде природы выражается, в виде людей добрых. И в виде молитвы. То есть отношения прямых с Богом. Бог может косвенно с нами общаться. На природе погулял, в парке. Сердце хорошо стало. Наполнился Богом. Дальше с добрыми людьми поговорил. Сердце хорошо стало. Наполнился Богом. Наполнился Богом. Помолился. Уже ни от чего не зависит. Это не от парка. Парка может не быть. Друзей может не быть. А вот помолиться ты везде можешь и всегда. Напрямую с Богом пообщался. Почувствовал Его. Сердце хорошо стало. Значит, ты наполнился этой энергией счастья. Изнутри. Это первая стадия побед над судьбой. Вторая называется влияние. Ты уже чувствуешь, что работу сможешь найти. Все будет хорошо. У тебя появилась сила разговаривать за работодателями. Ты приходишь к ним. Ты как бы не выпендриваешься. Не навязываешься. Говоришь, ищу работу. А из тебя исходит такая как бы сила уже. И они говорят, да, интересно. Вот когда человек сдаёт экзамены, он может быть по-разному, понимаете. Страх в сердце. Не сдам. Означает сердце пустое. Нет силы. Спокойствие сдам. Но экзаменаторы, у тебя нет контакта с ними. Спокойствие есть, контакта нет. Уже лучше. Следующая стадия. Ты влияешь на них. Ты приходишь, им нравишься. Они тебя любят. Это называется влияние уже. И третья стадия побед над судьбой. Ты не сдавал экзамены ещё. Ты туда только пришёл. У тебя спокойствие в сердце, сильное влияние на них. И у них твёрдое ощущение, что этого человека нельзя валить. Его нужно оставить. Поняли, как действует победа над судьбой? Человек является властелином своей судьбы, если он идёт этой дорогой. Есть две дороги. Одна дорога называется Бла-Бла. Олег Геннадьевич, что-то он меня не слышит. Это Бла-Бла. Это поверхностная внешняя дорога. Думают люди, что можно так что-то сделать в жизни. А есть глубокая дорога, которая называется очищение сердца от тяжёлой тяжести судьбы. Очищение сердца. Самый лучший способ это слушать тех, кто молится, и так же, как они молятся, учиться в любви к Богу. У кого-то надо всегда учиться. Когда научились, можете сами уже это делать. Но это не скоро будет. Вы не скоро научитесь. Я до сих пор вместе с наставником его голос включаю, вместе с ним молюсь. 20 лет уже прошло. Если человек о Боге постоянно помнит, ему не надо уже слушать чей-то голос. А если нет, то лучше включать, потому что ты вспоминаешь, а через память идёт контакт только. Не вспомнил Бога. А когда горе у человека в сердце, он вообще ничего не вспомнит. Горе заставляет его помнить только о себе. В это время особенно нужно, чтобы кто-то был рядом, хотя бы звук человека, который молится. И вместе с ним молится. Есть много других способов побеждать судьбу, но они слабее. Но они есть, и некоторые люди не знают, что такое молитва. И поэтому они должны пользоваться этими способами. Первый способ называется аскеза. Когда человек совершает аскезу, он через судьбу переваливает, как через хребет. Судьба – это гора, а он через неё переходит с помощью аскезы. Например, пост – это аскеза. Человек постится и побеждает судьбу. Допустим, жена бросает, он раз – начал поститься. У неё появляется сила, чтобы она не бросала. Пост – это такой механический способ победы над судьбой. У меня был один знакомый, была ситуация такая, там должен был проходить фестиваль, а он постился две недели, не ел ничего. И к нему приходит, говорит, слушай, у нас как фестиваль на открытом воздухе, а тут тучи пришли. Можешь что-то сделать? Ты же постишься, у тебя сила. Он такой, ладно. И такой пошёл, там, это осень, это я видел эту ситуацию, там был ручей, осень, ручей такой холодный, ну где-то по колено, может. Он встал в этот ручей, руки вверх поднял, и тучи разошлись. Представляете? Ну, после этого он ушёл из духовной жизни, потому что начал гордиться собой. То есть аскеза – это опасный путь, потому что она делает человека гордым. Представьте, я руки поднял, тучи разошлись. Дальше что о себе надо думать? Почти что Бог. Ну, то есть аскеза, она побеждает судьбу просто механически. Человек берёт, вот часто женщины, допустим, муж ушёл на войну, она просто брала на себя аскезу там. Или пост, или ещё что-то, или в храме служить. Это уже не просто аскеза, это называется служение Богу, это сильная штука. Мы об этом чуть попозже поговорим. Аскеза просто механически побеждает судьбу. Допустим, тот же бег, допустим, человек бежит в природе, он становится сильным, такой человек. Характер у него становится сильным. Понимаете? Есть мужские аскезы и женские аскезы. Женская аскеза – это любить людей, заботиться обо всех, любить людей. Особенно надо любить учиться пожилых людей, потому что они как конденсатор. Пожилой человек не может быть счастливым, потому что в пожилом теле очень трудно быть счастливым. Но пожилой человек может обмениваться счастьем с молодыми. И этот обмен называется благословение. Вот если молодой человек служит сильно пожилому, он ему кладёт ручку на голову или просто говорит «выдь счастлив». Но это нужно служение для этого. Мне это подходит и говорит «ручку положите на голову». Это неправильно, это не работает. Если кто-то служит кому-то, и тот просто чувствует, что вот… И он говорит, женщина, допустим, пожилая, девушка молодая служит, служит, и женщина пожилая говорит «дай Бог тебе хорошего мужа». Только смотрит на неё. Всё. Это называется благословение. Это значит, что точно так и будет. Сто процентов. Так важно пожилым людям служить, потому что они как конденсаторы. Они копят вот эту энергию счастья и могут отдавать её только младшим. И они сами счастливы, если младшим хорошо жить. Поэтому он обязательно служит, потому что конденсатор должен разряжаться. И самое лучшее на меня, да? Это уже нормально, это разумно. Послужили старшим, они как бы… Одна женщина ко мне, девушка, подошла вчера, я уже уходил, не мог ей объяснить подробно. Говорит, Олег Геннадьевич, мне надо ехать к маме, как бы помогать. Она больна, а я ехать не хочу, потому что у нас плохие отношения. Я смотрю, если она поедет помогать, она выйдет замуж. А если не поедет, может выйдет тоже, но будет тяжело. Я говорю, езжайте. Она говорит, так у нас неплохие отношения, там тяжело жить, это маленький город, денег не будет, там туда-сё, как я там выживу вообще. Я говорю, езжайте. Вы же меня спросили об этом, я вас не спрашивал сам. Вы побежали за мной с чем-то, Бог вас столкнул. Езжайте, ваша жизнь в лучшую сторону изменится. Так она вчера подходила только. Сегодня на лекции сидит. Нет ещё. Это аскеза даёт, вот это аскеза, служение старшим, это аскеза, даёт благословение, силу такую, ходить замуж. Женщинам очень хорошо, служа людям, они получают силу выходить замуж. Женщина так устроена, это женская аскеза, женщина должна бегать там, шейпингом заниматься, чтобы замуж выйти. Это не поможет. А вот любить людей, заботиться, служить поможет, сразу у неё силы появляются выйти замуж. Вторая вещь, которая меняет судьбу, называется жертва или пожертвование. Очень сложная вещь. Самое лучшее пожертвование – я желаю вам счастья. Вот бесплатное, понимаете? И плохо никогда не будет. Потому что что такое счастье, решает Бог. Потому что люди спрашивают, а что ты пожелал, какого счастья? Просто счастье и всё. Непонятно. Потому что это Бог решает. Что такое пожелание? У меня есть силы, я отдаю тебе. Если я тебе отдал силы, мне приходит столько же. А ещё и больше. Когда человек улыбается кому-то, в ответ улыбка. А если он многим людям улыбается, много улыбок назад приходит. Это называется духовная арифметика. С материальной точки зрения рубль отдал, назад не возвращается. А с духовной точки зрения пожелал счастья, назад возвращается. Понимаете? Но уже больше может вернуться. Если ты что-то доброе для святого человека сделал, возвращается многократно. Есть одна ведическая история о том, как нельзя оскорблять святых. Рассказать? Я не знаю, это правда было или нет. Но это написано в священной писании. Как история ведическая. В общем, история такова, что один царь, он был очень гордый. И Бог решил его проучить. К нему пришел один священник. Он, царь, удивился, как он вообще прошел к нему в покое, потому что никому не положено было заходить. Он был необычный мудрец. Он обладал силой ходить туда, куда он хочет. Его просто никто не мог даже заметить, когда он шел. Ну, то есть, такие люди бывают, у них такая сила. Он пришел к нему и говорит, дай, пожалуйста, мне пожертвование. Я просто нищий. И он так удивился, говорит, а как ты ко мне пришел? Говорит, а я могу прийти туда, куда считаю нужным. И никто не остановит. Я пришел к тебе попросить пожертвования. Говорит, а что ты не попросил? Да он попросил у моих помощников, там куча людей, которые могут тебе пожертвовать. Почему ты ко мне-то пришел меня беспокоить? Он говорит, я захотел к тебе. И он взял коровий навоз, принес ему, говорит, вот тебе навоз коровий. Хорошая вещь. Это мое пожертвование. Тот взял коровий навоз, говорит, спасибо тебе. И пошел. Ну, что дал, то и дал. Это судьба. Он же святой человек. На следующую ночь царь спит и видит перед собой огромную кучу коровьев навозов. И рядом с ним стоят слуги ада и говорят, жри. Он говорит, а что так много? Вот настолько больше у него благочестия, чем у тебя, ты его оскорбил. Поэтому ровно настолько больше ты будешь, ты как бы ему дал покушать навоз. Он у тебя же покушать просил. Вот и ешь навоз теперь. Ты же знаешь, что судьба возвращается назад. Он говорит, ну я же не знал, что так быстро. Ешь навоз. И он начал есть во сне навоз. Потом додумался проснуться, думал, слава Богу. Потом заснул опять то же самое. И так постоянно ночью, как только засыпает, так ест навоз. А куча меньше становится. И он когда навоза наелся, уже куча там чуть-чуть меньше стала. Он тогда взмолился и говорит этим слугам ада, говорит, помогите мне, скажите, что делать, чтобы не есть навоз. И они ему говорят, тебе надо переодеться в обычной одежды и пойти по городу и хулить самого себя. И те люди, которые твои подданные, зависящие от тебя, будут тебя ругать, они будут часть твоего навоза есть. Это я для вас рассказываю, мой хороший. Что правитель часто совершает ошибки. Если вы... Потому что очень ответственность большая. Если вы его ругаете, вы его навоз кушаете. Помогайте, помогайте. Вот. И так. Он начал ходить по всему городу, и навоза почти не осталось. Но кушать ему не хочется больше. И поэтому он как бы решил уже всех обойти. И пришел к одному монаху, монастырь, пришел к одному священнику. И начал ругать самого себя. Прямо сходу он уже наловчился. И тот смотрит на него смиренно такой. Говорит, вы знаете, я хочу помолиться сейчас, прежде чем с вами продолжать беседу. И он пять минут помолился, потом приходит к нему и говорит, Батюшка Государь наш, пожалуйста, даешьте сами. Я не буду вам помогать. Простите. Поэтому никогда никого не хулите. Вот, допустим, у меня был интересный пример такой случай. Человек бросил свою жену, а другой его знакомый начал с ненавистью как бы о нем отзываться. И дальше ему пришлось тоже бросить свою жену. То же самое произошло. Один в один. То есть поощрять не надо от таких поступков, но и ругать. Ну, то есть критика это страшная вещь. Когда человек кого-то критикует, он реально разрушает свою жизнь. Даже если тот человек не прав. Если это в твоих компетенциях, то есть ты, допустим, юрист, ну, прокурор, и тебе надо кого-то сажать. Ради Бога. Можешь даже зачитать его обвинение. Это не является критикой, это твой долг. Или ты, отец, ты должен отчитывать своего ребенка. И так далее. Если это твоей обязанностью является. Но если тебя никто не заставлял о ком-то плохо говорить, а ты начинаешь как бы гнусить, то с этого момента вступает в силу этот закон, разрушающий твою жизнь. Потому что если ты, как бы, кого-то ругаешь, это значит, что ты не понимаешь, как ему тяжело. Ну, значит, Бог тебе поможет понять. Итак, первое, что побеждает судьбу, это аскеза. А второе, пожертвование. Самое лучшее пожертвование – это благословлять людей. Оно бесплатное. Есть и другие пожертвования. Например, ты берешь и жертвуешь деньгами. Это очень сложное пожертвование. Потому что если деньги использоваться будут неправильно, то ты от этого пострадаешь, а не получишь благо. Проще жертвовать пищу голодным людям. Не сытым, а голодным. Если человек голоден, и вы его накормили, это очень сильное пожертвование. Но надо еще голодных людей найти. Голодные люди, все настоящие, сидят по домам и просто мучаются. И их можно заметить только на мусорках. Вот если человек на мусорку пошел, значит, он точно голодный. Он не пойдет на улицу, говорит, дайте денежек. Не пойдет. А там это люди зарабатывают. В основном. За редким исключением. Настоящий голодный человек пойдет только на мусорку. Искать там остатки пищи. Вот если вы увидели такого человека, подойдите к нему и спросите, где ты живешь, давай я тебе принесу покушать. И дальше коносить ему. И Бог вам будет помогать в том, в чем вы нуждаетесь. Он не то, что вас завалит едой. Вот он нуждается в пище. А вы нуждаетесь в работе, допустим. Бог вам даст работу. Потому что вы дали то, в чем человек нуждался. В том, в чем вы нуждаетесь, вы получите. Вы, допустим, хотите замуж, накормили человека. Вы нуждаетесь в муже. А он нуждался в пище. Это жизненно необходимо для него было. Так же и Бог вам даст то, что для вас жизненно необходимо. Это второй тип победы над судьбой. Кроме молитвы, да? Третий. Молитва. Дальше аскезы. Человек сильным становится. Может перешагнуть. Дальше. Аскезы благости. На спорт съесть там два противня пельмени. Это не аскеза благости. Это аскеза в невежестве. Из-за этого человек будет страдать, наоборот. Или спрыгнуть на резинке с моста. Это аскеза в невежестве. Аскеза в благости означает заниматься, поддерживать свое здоровье. Это аскеза в благости. Человек, который постится, бегает, легкий бег, пост, статические упражнения, правильное питание, вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Это аскеза в благости усиливает человека, делает его сильным, способным побеждать судьбу. Следующее называется служение Богу. Вот эта вещь почти что приравнивается к молитве. Допустим, один молодой человек, по-моему, здесь в Питере, когда я об этом читал лекцию, он подошел ко мне потом, через какое-то время, и рассказал историю, что у него были трудности большие на работе. Он пошел просто в храм, это была весна, и сказал, я хочу вам служить. И ему монашка там или работница местная, она сказала, посади здесь цветы везде в клубных клумбах. И он везде цветы посадил, все это сделал, целый день работал, весь свободный день потратил на это. Потом к вечеру она подошла к нему, говорит, у тебя в жизни все будет хорошо. И на следующий день все проблемы, или через пару дней проблемы на работе решились немедленно. Так действует служение Богу. Если человек берет на себя какое-то служение Богу, то его судьба или гороскоп, или там хотите, как хотите это называйте, он перестает работать в полную силу. А если служение Богу усиливается, тогда уменьшается влияние судьбы ровно на столько же. Понятно, да, система? Потому что Бог служит вам, если вы служите Ему. Личные отношения устанавливаются. Вот, допустим, приводится такой пример. Вот, допустим, есть сын президента, а есть просто студент обычный. Они оба студенты. Кому будет легче учиться? Сыну президента почему? Потому что у него личные отношения с президентом. Личные отношения. Он не просто студент для него, а сын. Понимаете? Точно так же, когда человек служит Богу, у него с Богом начинают устанавливаться личные отношения. И законы здесь уже на второе место отодвигаются. Вы не скучаете? Все нормально? Ну, ладно, я уже много рассказал вам всего. Давайте немножко про жизнь. Спрашивайте. Ну, вот вы, девушка. Я хотел бы, чтобы вот больше с темой сегодняшней лекции все сочеталось. Не то, что когда особенно про болезни меня не спрашиваете. Потому что я всегда отвечаю так, что если у меня геморрой и у вас, нам об этом будет очень приятно поговорить. Но всем остальным как бы не очень приятно будет слушать. Да? Да, спросите большое. Ну, вот, и дальгознодность для того, что у меня есть, кстати, тема. А как с такой человеческой природой, склонной к корызии, мунистерационному и нормальному, и боюсь этого ожидания, это не считает ничего. Когда вы рассказываете, да, вот те вещи, что вы будете, да, вот как-то рецепт чистоты. Практикой, практикой. Сразу не будет чистоты. Но постепенно появится. Надо просто это делать. Что-то делать доброе. Вот что вы можете сейчас доброе сделать людям? Желаете счастья. Желаете счастья. Потом, да, это дистанция, да, на дистанции. Потом у вас появится больше сил. Вы сможете уже просто что-то сделать человеку какому-то конкретно. Будьте смелее. Не бойтесь. Подружек заводите и заботьтесь о ней. Алло, как у тебя дела? Женщины же так устраиваются в заботе. У меня что-то не очень. И пожалейте ее, успокойте, обнимите. Помогите ей. Она будет счастлива. Спасибо тебе большое. И вы сразу раз, чуть-чуть красивее. Вы поняли, как эта система работает? Это спасибо ее. Вот тогда любовь назад приходит от человека. И вы... А знаете почему? Потому что, чтобы детей рожать, нужно людей любить. Бог так систему эту устроил. Женщина, которая людей не любит, она поэтому и не может их рожать. Не с кем. Бог не дает санкции на это. Для того, чтобы рожать детей, воспитать, нужно людей учиться любить. Когда женщина любит детей, она становится влиятельной. Любит людей, влиятельной становится. Иногда парадоксальные вещи происходят. Вот смотрите, женщина уже все как бы... Я просто привожу реальный. Несколько таких примеров было. Женщина не может вообще выйти замуж. Вообще не может. Берет ребенка на воспитание. Она не может, потому что она по природе одинокая. И трудно с кем-то общаться. Вот она такая по природе. Взяла ребенка на воспитание. Просто усыновила. В результате что произошло? У ней появился объект любви, служения. И она такая опа и расцвела. А тут мужик с бесплодием как бы. У него нет возможности детей зачинать. А она с ребенком уже. Ну классно. Или просто мужчиной понравилась вот эта женщина с ребенком. Взял ее. Молитва означает любовь. С любовью переборщить нельзя. Но можно вместо молитвы перепутать с демагогией. Вот допустим. Смотрите разницу. Сейчас я вам расскажу. Три типа молитвы. Молитва означает любовь к Богу. Смотрите. Три типа молитвы. Первый тип молитвы. Я тебя люблю. 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 Тоже не работает. Это пустая трата времени. Лучше вообще этого не делайте. Третий вариант. Вот это называется отношение. Я тебя люблю. Я люблю тебя. С верой. Сильно. Радостно. От сердца. Это молитва. Ее не переборщишь. Просто когда ты чувствуешь, что ты уже не можешь от сердца. Остановись. А? Остановись. Нет силы любить. Отдыхай. Своё дело сделай. От сердца не можешь. Все. Молитва закончена. А если дальше механически, то это просто для успокоения нервов. Работы, результата не будет никакого. Просто зря тратишь время. Нужно. Когда человек стоит неподвижно и молится, то в это время у него сначала очищаются тонкие каналы, и они делают, соединяют разум с телом. Разум становится очень активным и сильным в этот момент. А значит сердце человека становится сильным. На себя тело отвлекает. Вы ошибаетесь. Не понимаете. Вот тело на себя будет отвлекать. Оно болеть начинает, там ныть и всё прочее. А вы это ради Бога. Говорите. Вот допустим боль пошла в теле. Ради Бога это. Для Бога. Я это ради Бога терплю. Я хочу ему служить вот так. И сразу раз боль проходит. Вы увидите, как это работает. Это называется жертва. Когда человек статику совершает, он жертвует Богу боль. И в результате тело становится здоровым. Когда человек постится для Бога, тоже неудобно. Вроде молишься и думаешь о еде. А ты скажи себе, я пощусь для тебя. И тогда голод пройдёт. Это называется жертва. Когда человек жертвует что-то, он получает назад вдохновение всегда. А не проблемы. Неподвижное положение тела сильно помогает сосредоточиться. Если человек это не в насилии делает, а в желании отдать себя. Богу. Вот допустим, я лекцию читаю. В насилие думаю, задолбали, дочитаю понемножку. Я устаю в этот момент. Я уставать начинаю сразу. Второй вариант. Я думаю, отдам себя всего сегодня. И сразу раз мне легче стало. Понимаете, поняли? Эта жертва, она возвращает силы назад. Как мне люди говорят, Олег Геннадьевич, лечить нельзя людей. Потому что ты отдаёшь свои силы и болеть начинаешь. Я говорю, это ты болеть начинаешь. А я когда лечу людей, становлюсь здоровее. Если ты лечишь от всего сердца, тогда силы возвращаются назад. А если ты как бы ради денег это делаешь или просто как бы ещё какие-то мотивы, тогда ты теряешь силы. Я говорю, что если ты теряешь боль, то перебариваешь болезнь, да? Да, правильно. Если ты бросишься в тот момент, когда боль у вас приносит, то вот ты собрала душу и не теряешься. Да, правильно. Молодец. Всё знаю. Всё правильно. Когда ты, допустим, статическое упражнение, вот стоишь и молишься неподвижно, тебе плохо становится, в это время нельзя останавливаться. Но когда стало легче, в этот момент надо остановиться. И тогда ты выздоравливаешь от этого. То есть каналы пробились, легко стало. Вы садитесь, а то сзади меня не видят люди за вами. Девушка расстраивается, я почувствую. Не терпите. Меняйте положение тела. Или ходить начинайте. Полтора часа это очень много. 40 минут в одном положении тела достаточно для вас. Не нужно полтора часа. Здравствуйте, еще раз. Хочу продолжить с дарома. Вот вы сказали, что некий так, хоть в голову, а с сердцем нужно бегать, да? То есть это идет на поле сустава. Если, например, ноги, 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 макросс, или кост, возможно, бегать. Вот смотрите, вот смотрите, больные суставы означают, что надо двигаться. Но это надо делать очень аккуратно. Вот если у человека поле открыть, допустим, или вены больные, ему нужно очень медленно, очень аккуратно и подолгу, достаточно долго начать ходить сначала. Потом постепенно переходить на бег. И во время этого процесса вылечиться все суставы и сосуды. Поверьте мне, это так. Потому что именно это и есть его болезнь, скованность. Она лечится движением. Это не страх? А? Это не страх? Всегда, когда смерть означает страх. Вот, допустим, человек, вот мне врач сказал, теперь всю жизнь капать в глазик капельки. У меня был выбор начать капать, а первый раз закапал, у меня глаз стал больным сразу. Он перестал сам функционировать, он начал функционировать за счет капелек. Понимаете, с чем отличается естественное лечение вот семенами? Они просто помогают глазу. А капельки заменяют функцию. Они говорят, глаз молчи, стоять, я буду теперь жить. Глазу говорю, я сам хочу, даже больной. То есть у человека есть выбор, молчите. Я знал, что вы не будете меня слушать, потому что вы выхватили микрофон. Но я разрешил вам, теперь молчите и терпите. Вы не выдержанный человек. Итак. Поймите такую вещь, что смерть приходит к тому, кто согласился на это. Или если пришло время, даже если человек не согласился, но человек примет это от Бога, что время пришло. Это нормально. Смерть означает, что человек не может жить нормально. Допустим, он согласился, что я не могу кушать, не могу спать, не могу двигаться. Значит, я согласился умереть. С другой стороны, человек, который и будет умирать, значит, дальше. Вот, допустим, вот я приведу пример. Я начал бегать. У меня сначала год болели оба бедра. И мне, когда узнавали мои ребята, они говорят, суставы стираются во время бега. Ты станешь инвалидом, они мне говорят. Ну, они перепутали тело с машиной, понимаете? Как колеса там, подшипники надо менять. Тело по-другому устроено. Оно омолаживается, а не стирается. Если человек не насилует себя во время нагрузки. Запомните. Я бегаю спокойно, не напрягаясь. Вот человек не насилует, когда себя. Он не делает себе больно во время движения. Он просто двигается. Это называется омолаживание. И в это время, когда человек это делает, то, что приносило ему болезнь, отодвигается от него. У меня сначала болели бедра год. И я потом понял, что просто они уже больные были до этого. Они лечились в это время. Потом они прошли и стали просто супер. Потом колени начали болеть. Отболели колени, потом голени начали болеть. Все отболело, потом сердце начало болеть. Если не пробежал, сердце начало болеть. Сердце все. Сердце все, значит, все. Нет, не все. Оно проболит, дальше что еще не будет болеть. Но это другая боль. Это просто лечение, понимаете? Но когда человек сдался, болезнь захватывает все его существование. Если у человека больные суставы, он должен, вот суставы заболели, надо немедленно начать ходить. Если он не начал ходить, значит, тогда они будут болеть больше. Это значит, что он принял смерть. Он сказал, все, я готов умирать, все. А врачи говорят, так тебе нельзя ходить. Если у человека астма, нельзя дышать. Астма, значит, надо дышать. У меня был астматический бронхит в молодости. Я победил его движением тоже. Дышал чаще от движения, и все, раздышался. Болезнь прошла. Просто поверить на самом деле. Очень трудно. Очень трудно, мои хорошие. Жить очень трудно. Жизнь, она на самом деле очень простая. Все просто решается. Просто делай это, получишь это. Но люди боятся, понимаете? Точно так же у меня был такой случай. Я в аэропорту сижу, рядом сидит девушка. У нее наушник в ухе. Сижу, жду самолет. У нее наушник в ухе. Я разговариваю с своим помощником, она наушник на меня. Наушник на меня. Потом мне наушник дает, такая говорит. Это вы говорите? Такое смешное случаем. Я говорю, первый раз слушаю лекцию, такая интересная. Это вы? Ладно. Будете ходить? Нет, лучше не ходите тогда. Потому что, смотрите, когда вы пойдете, значит, надо ходить дольше. Бегать не надо начинать, дольше ходить. Нет, это все ерунда. Нужно специально ходить и увеличивать дистанцию. Когда вы начнете ходить по 6, 7, 8 километров, тогда начнется лечение. И ходить надо раз в 4-5 дней, чтобы ноги восстанавливались. Но если вы попробуете, то произойдет следующее. Вы когда пойдете, и у вас начнется обострение, вам после этого надо пойти опять. И тогда оно пройдет, это обострение. Но если вы попробуете, в тот момент, когда чуть-чуть заболят, не сильно, это не будет сильно болеть. В тот момент, когда суставы заболят, и вы испугаете, называется попробую. И вы испугаетесь дальше идти, в этот момент вы испортите себе еще хуже здоровье. Потому что начнется тогда сильное обострение. Есть скованность. Тело сковывается, это пит старости. Она побеждается движением скованности. Статикой и динамикой, двумя видами движения. Когда человек полнеет, тоже есть причина. Так деляет время. Время старит человек тремя способами. Полнота превращается в доброкачественную опухоль, потом в злокачественную. И это же точно так же. Токсины или там колестерин, это все вид старения. Он преодолевается с помощью поста и статики. Статические упражнения. А, нет, пост и динамика, движение, бег. Я похудел на 7 килограмм. У меня старость уменьшилась в теле. Просто бегал и все, ушел в вес. Другой вид старости, это когда жар, воспалительные процессы в теле начинаются. Кожа, там кожные болезни, вот этот вид старения. Или воспаление в теле, там язва какая-нибудь, еще что-то. Это все лечится постом и статикой. Это вид старения убирается, старость из тела так убирается, аскезой. И следующий вид старения, это скованность. Когда человек сковывает, это суставы болят, позвоночник, его сгибает. Это отлечится статикой и динамикой. То есть неподвижно стоять и двигаться. Побеждается вот этот вид старости в теле. Запомнили? И когда человек все это делает, он становится молодым даже в возрасте. Ну то есть у него запас здоровья слабее становится, но при этом он здоров, не болеет. Болезни означают, что человек не омолаживает себя, не побеждает время. Я могу всем вам сейчас сходу говорить, что вот у вас, допустим, лишний вес и жар убивают в вашу жизнь. Да? И каждому человеку я могу это сказать. У вас тоже самый лишний вес и жар, еще тоже скованность появляет. Все три. А мне, а я? Давайте вопросы дальше по лекции. Ну давайте наверху, есть микрофон у нас. Ну давайте, вот там сильно хочет сзади вот девушка. Вам интересно ответ на вопрос? Нормально? Практика пошла, практическое знание. Вы первый раз пришли на лекцию? Да. Я не буду с вами сейчас общаться. Бесполезное занятие. Потому что вы меня не знаете. Для того, чтобы мне что-то вам сказать, вы должны услышать. А услышать можно, когда человек слушает меня уже достаточно долго. Для недостаточки. А? Для недостаточки. Вы не будете меня слышать. А? Вы слушали до этого лекцию? Сегодня тоже. Первый раз. Да. Вы не должны меня сейчас спрашивать. Потому что наша беседа будет такой. Вы просто будете иметь в виду, что есть такое мнение. А я не хочу на это тратить время. Почему? Печально. Я думала, что это не ответ. Я вам дам ответ. Вы его не услышите. Спасибо. И все, кто вот так же у нас только первый раз пришел, не спрашивайте меня, пожалуйста. Потому что это все бесполезно. Это не работает. Человек может услышать, если он верит человеку. А верить, сразу поверить невозможно. Это просто невозможно. Давайте. Вот вы женщина. Да. Да. Я знаю, поэтому я вам дам. Все, можно ничего дальше не спрашивать. Это ее жизнь. Дайте ей возможность жить. Дайте ей возможность жить. Она все правильно делает. Дайте ей возможность жить. Когда человек живет, он ошибается. Он живет. Но вы не даете им жить. Это называется привязанность к своему ребенку. Вы хотите испытывать счастье от ее жизни. Любая женщина так делает. Это эксплуатация. Здесь есть одна грань. Вы имеете право испытывать счастье от жизни вашей дочери. Но при этом, если вы не даете ей жить, с этого момента начинается грех. Вот сейчас вы грешите. Дайте ей возможность жить. Она живет правильно, я чувствую это. Но у нее есть свои экзамены в жизни. Вы не даете ей их сдавать. Когда человек сдает экзамен, может ошибаться, имеет право на ошибку. Вы не даете ей право на ошибку. Все, отлично, молодец. Спасибо вам. Молитвы. Диагноз правильно поставлен. Мы души, вечные души, мои хорошие. Мы никогда не умираем. Вы не знаете об этом просто. Мы очень привязаны к жизни в этом мире. Мы думаем, что дальше ничего не будет. И это очень большая иллюзия. Очень большая. Мы все уйдем отсюда. Никто здесь не останется. Одному святому человеку в Америке сказали, «А что вы нам тут проповедуете из Индии? У вас же смертность выше, чем у нас в Америке. Что вы проповедуете нам, которых гораздо выше уровень жизни, чем у вас?» Он посмотрел на него. Я говорю, поэтому и проповедую, чтобы вы поняли, что смертность у всех стопроцентная. Вот сзади, вот совсем сзади, девушка, не вы, а вот рядом, вот там. Хочу с ней поговорить. Вы, вы вставайте, да? Вы. Ей тяжело сейчас сильно, и она думала, что я ее не спрошу. Здравствуйте. Садитесь. Когда вы думала, я приезжала на лекцию в Москву, и вы мне тогда сказали, что у меня ждет полтора года и жесткого дниночка. Это время прошло. Это намек? Три-четыре месяца назад привелся один молодой человек. Значит, сбылось предсказание, да? Давайте начнем сначала. Вот как я девушке говорил, что это как бы не дотягивает до того, что вы хотели. Правда ведь? Да. Но это так всегда бывает. Вы знаете об этом или нет? Я знаю. Здорово. Хорошо, дальше поехали. Я просто... Сейчас он начинает, мне нравится. И я очень сильно боюсь привязаться. Вот супер молодец. Это правильно. Вот это супер правильно. У меня есть такая мысль, что вдруг это не от Бога, а мне послана, а вдруг... Нет, привязаться не нужно. Не от этой мысли. Привязываться не нужно к человеку для того, чтобы он к вам привязывался сильнее. Вот для этого надо не привязываться к нему. Поняли для чего? Надо быть сильнее его, и тогда он останется с вами. Я понимаю. Но это тяжело, тяжело держаться. Я тогда... Молитесь Бога, силы от Бога. Будьте сильны. Подсечку сделали, парни? Валите до конца. Не останавливайтесь. Видите, она дальше не спрашивает меня от Бога или не от Бога, потому что я на этот вопрос ей не ответил. Знаете, почему не ответил? Потому что она... Иногда человек за пределы правил игры выходит. Если Бог дает человека, мы не рассуждаем. Не получится, не получится. Это уже как бы как Бог даст. А вы не должны сомневаться. Понимаете? Стройте отношения, развивайте. Если не ваш человек, увидите это. Это будет понятно. Только предательство является критерием, что не мой. Предательство. Если человек не предает, то все нормально. Ну вот женщина сбоку. Да, вы. Ты не печалься вам, ты не прощайся. Олег Евгеньевич, я приезжаю к вам, в лекции, в трогах, и смогу. Я вас буду спрашивать, потому что вы настроены глубоко. Вы не пришли послушать и посмотреть. Давайте спрашивайте. Давайте спрашивайте. «Прощайся, ты не прощайся. Все впереди у нас с тобой». Спасибо большое. Ну я же начал ее пись раньше, чем вы вопрос спросили. Вы не услышали? Любить надо, любить. Ему сейчас очень тяжело. То есть он реально, вот тут ему очень тяжело. Надо быть одному. Если он сейчас не будет один, он может заболеть тяжелой болезнью. У него сейчас такой период, что ему надо выжить просто. Ему надо быть одному. Это не от какого-то там прихоти идет, а просто ему очень тяжело. Я чувствую, что он ушел не просто подмельцать, он ушел к тому. Уже может и так. Такое может быть, да. Кто-то есть. Но это тоже просто, знаете, как нянька. То есть ему нужно просто сейчас выжить нужно. Тяжелый период. Любите его, звоните, заботьтесь, пишите. Ему надо понять, что вы дороже для него. Настоящее должно победить искусственное. Человек по вашей судьбе должен вернуться назад. А если он не хочет, то, что вы с ним встречаете иногда, да, знаете, он прямо в первую очередь, как-то я его раздражаю. А не надо встречаться. Видите, вот эта вот ниточка-то разрушилась. Я же вам говорю, бла-бла не надо, когда ниточка разрушилась. Ну, должно сидеть, слушать молитву, молиться, как они, доводить сердце до спокойствия, потом дальше влияние следующее стать начинает. Видите, я это все рассказал, люди все равно этого не понимают. И каждому человеку надо опять объяснять заново все. Потому что так действует судьба. Она оглушает человека, не дает ему услышать, как побеждать. Как хотите, но это не меняет ситуацию. Сначала надо, чтобы сердце спокойно стало. У вас неспокойно. Это значит, что вы даже первую стадию побед над судьбой не сделали. Нужно наполниться Богом. Судьба разрушила нить, связь. Понимаете, есть еще одна вещь, которую вы должны знать. Она иногда так сильно разрушает, что человек вообще теряет правильное представление жизни. А правильное представление жизни таково, что это судьба разрушает, а не человек. Если я считаю, что человек разрушает судьбу сам, то тогда вообще ничего не сделаешь. Вот если он виноват во всем, тогда вообще ничего не сделаешь, никак не победишь судьбу. Когда человек молится, он, во-первых, перестает понимать, считать, что он виноват. Он понимает, что действует время, судьба так действует. Потом он начинает понимать постепенно, что мы оба виноваты, а потом начинает понимать, что это моя судьба и я виновата во всем. Но это не значит, что она там себя винит, а просто она понимает, что это моя судьба. И с этого момента начинается победа над судьбой. Следующий этап – спокойствие в сердце. Потом влияние, следующий этап. Вы с ним дружите, общаетесь, и он уже не противится отношениям. Саня, спасибо вам большое. Я очень рада, что я попала на наши лекции. Мне очень приятно. Вы будете это делать? Делаю. Я стараюсь. Вы знаете, я стараюсь. Что вы делаете? Я хожу в храм, я много читаю сейчас православие и вообще стараюсь быть более спокойной. Этого недостаточно. Нужно слушать тех, кто молится, и повторять с ними молитву. Нужно очень погружаться именно в этот процесс. И это погружение, вы должны начать это делать. Это погружение приведет к спокойствию в сердце. Все, что вы сейчас пока делаете, это очень поверхностно. Это сердце глубоко не трогает. Вы просто там успокаиваете себе нервы, понимаете? По-русски сказать. А вам надо начать процесс победы над судьбой. Заставьте себя, потому что вы смирились, вы как приняли смерть. Как я говорю, когда человек сдался, то смерть завладел. И смерть бывает в отношениях или в теле, где угодно. Вы должны восстать. Надо начать слушать тех, кто молится, молиться с ними. Начинается с 20 минут, постепенно доводить до 2 часов. Как только вы 2 часа молиться будете делать, вы увидите все, что я вам рассказал. Он вернется назад, еще спасибо скажет. Спасибо вам большое, что вы выслушили. Спасибо огромное. Вы будете молиться? Назад микрофон. Назад, назад микрофон. Вы будете молиться? Нет, вы молиться будете? Да, да, да. Вот представьте, если вы не будете. Представляете, что будет тогда? Я представляю. Вы тогда вот разрушите отношения наши, да? Вот с ней так надо, понимаете? Она сейчас пойдет и будет молиться завтра уже. И потом, не пройдет и 7 месяцев, она увидит колоссальные изменения в своей жизни. Если она сейчас будет это делать. И вот ради этого она жила всю свою жизнь. Потому что вот эти все периоды плохие, там муж ушел, они предназначены, они являются лучшими периодами в жизни человека. Потому что в это время, если человек знает, что делать, он побеждает свою судьбу. И для этого человек и живет, чтобы приблизиться к Богу ближе. И приближается он в момент страдания. И когда это все происходит, и когда это все происходит, и вера вот это приходит, то цель человеческой жизни осуществлена. Потому что мы думаем, что мы живем для того, чтобы здесь все хорошо было. А на самом деле наша жизнь предназначена для познания вот этих отношений с Богом, с высшей силой, с высшей любовью. И человеку нужно попасть в беду сначала, чтобы это познание началось. То есть пока он не попал, никакого познания не будет. Вот как раз прям вот тоже надо пообщаться. А что-то такая вот несчастная, скажите. А эти сложности как решать будете? Молодец. Классно. Ну хорошо, тогда про сына. Хочу поступать на инженерную составляющую. Два года назад ты формирутировал себя вроде как на программирование. Ты вообще ничего не хочешь. Ты не понимаешь, зачем он нужен, зачем нужен МУС. И мотивация только армия. То есть он потерялся, он не хочет. Он хочет в армии? Не хочет. Поэтому УС свой, как надо. Но желания и стремления к этому нет. То есть он говорит, я не могу заставить себя хотеть. Я не знаю, какого мое предназначение. Я не знаю, какая моя дальнейшая судьба. Что мне нужно для жизни, что мне будет интересно на протяжении всей жизни. Вот о чем она сейчас рассказывает. Она сейчас рассказывает о том, что на сына навалилось время. Это время что делает с человеком? Разрушает его волю, возможности. Он может действовать на тело, тогда человек становится больным. Он может действовать на психику, и тогда человек становится обесточенным. Он говорит, я не могу учиться. Никуда не могу пойти. И он это неправильно расценивает. Он же не знает, что время влияет. Он говорит, мне просто ничего не хочется. Он не понимает, что просто у него замкнула его просто возможность хотеться. Она уничтожена этой силой. Вот точно так же. Смотрите, сначала вам спокойно за сына. Потом вы начинаете ему говорить, его это вдохновляет. То есть влияние. Третья стадия. У него все меняться начинает за счет вашей молитвы. А потом вы ему объясняете, как побеждается судьба. И он сам начинает делать то же самое. Даже ему просто достаточно начать двигаться на свежем воздухе. И уже он начнет побеждать судьбу. Потому что аскеза делает то же самое. Когда на психику влияет судьба, она парализует человека, то в это время достаточно просто движения. Движения или статические упражнения. То есть судьба побеждает. Вот это вот безболие побеждается аскезой. Особенно у парней, мужчин. Очень легко. Но ему же не заставить это делать. Это ему нужно не сам быть. Конечно. Поэтому ему сейчас надо дать позволить пострадать. Ты в армии. Вот когда вы сказали в армию, я так обрадовался. Думал, господи, ему так хорошо сейчас в армию пойти. Помогите ему в армию пойти. Да? Нет, помочь. Что значит? Тайком помочь. Я вам точно говорю, с ним ничего там плохого не будет. У него хорошая судьба в этом плане. Но он станет человеком там. Вы такую услугу ему сделаете колоссально. Вы не представляете. Он не тот человек, который сам себя заставит. Это когда ситуация создалась, он будет перед всеми выпендриваться, стараться лучше всех делать. Он такой вот. И станет человеком в результате. Я сама про армию. Про армию, про армию все. Ну вот девушка на балконе, на первом ряду. Печальная. Ее никто не видит. Я внизу общаюсь со всеми. Добрый вечер. Садитесь. Спасибо большое. Садитесь. Да, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо, что так внимательно слушаете мои лекции. Я слушаю вашу лекцию в букве. Я знаю. Внимательно, хорошо, методично, так очень шкурпулезно. Спасибо вам за это. Спасибо вам, что вы имеете. А, Леонид Иванович, а кто с тобой? Я четыре года родила, уже на семь лет вместе встречаюсь. Семь лет вместе. Муж есть, но он раньше меня. У нас прекрасный родилый ребенок. Я не заметила, что у моего мужа на первом месте ходит. Коби-вики спортивных, коммендатор, сам мальчик. Он не халат, но он смотрит все передачи. Ну, он мужчина же. И время туда тратит более пяти-шестью. Он может день. Он так восстанавливается. Он так и говорит, что он так восстанавливается. У него как мужчина, как мужчина, он не восстанавливается. Как это для себя вести так, чтобы не злиться на него? Первая стадия. Садиться рядом, смотреть хоккей. Вторая стадия. Включиться в процесс и начать комментировать. Третья стадия. Прославлять. Говорить, что классно, что вот так вот. И хорошо, что ты смотришь вот такой замечательный хоккей. Ты бы, наверное, сам бы, наверное, лучше даже играл. У тебя природа вот такая, быть хоккеистом. И вот когда вы поймете его, как человек, и рядом в футбол, как бы, сядете посмотреть и будете с ним общаться на эту тему, с этого момента, когда вы его поймете, он вас увидит. Это не смирение, это называется любовь. Любовь означает увидеть человека. А вы видите только себя в отношениях сейчас. Вы говорите, мне не хватает. Вы увидите человека перед собой. Он, понимаете, упахивается, у него не хватает сил. Надо восстанавливаться. Как восстанавливаться, он не знает. Единственный способ для него – хоккей. Понимаете, вы же сами поставили планку. Нужно то, нужно сё в семье. Чтобы это всё нужно, нужно работать, понимаете? Когда мужчина работает, он устаёт. А чтобы ему отдыхать, ему нужно вот хоккей, футбол, там ещё что-то. То есть он должен восстанавливаться как-то. А как правильно, он не знает. Он не знает, что надо бегать, закаливаться. У него нет знания на это. Он восстанавливается как может. А вы не понимаете этого, потому что вы хотите наслаждаться им, его присутствием. Это называется не любовь. Это называется эгоизм, корысть. И она разрушает сейчас вашу семью. Вы разочаровываетесь с ним в результате. Думаете, да зачем мне такой мужик нужен вообще? Поймите его сначала. А он будет понимать вас после этого. Так вы возродите отношения. А? Конечно, у вас отличная семья вообще. Я поэтому и спросил вас, потому что я увидел, что хороший человек, но чуть-чуть заблудился. Поэтому я вас спросил. Все нормально. Цените своего мужа. Как только женщина перестает ценить мужа, она его теряет сразу. Все, мои хорошие, у нас без десяти десять. Сейчас будем желать всем счастья. Надеюсь, я вас не утомил. Субтитры сделал DimaTorzok. Кто-то почувствовал облегчение в сердце. Вы прошли первый круг победы над судьбой. Кто из вас почувствовал, когда вы желали всем счастья, что вы сможете начать общаться с человеком, с которым вы не могли общаться? Вы прошли второй круг победы над судьбой. А у кого из вас произошло, имейте в виду, что десять минут совместной такой молитвы очень много. Идет совместное влияние. Если вы очень сильно включились, всех слушаете, как бы искренне вот это вот делаете, то это равносильно тому, что несколько часов молиться одному. Очень сильное влияние. И поэтому я вас спрашиваю, а у кого из вас произошло так, что вы пришли домой, и неожиданно сердце человека близкого поменялось, как будто вот что-то изменилось в нем. Но вы при этом ничего и не делали с ним, правда? Вот, пожалуйста. Видите, несколько человек подняли руки. Вы поняли, что такое молитва? Это сила, которая все меняет вокруг. Это самый лучший рычаг. Одна женщина после лекции ко мне подошла и говорит, Олег Геннадьевич, что делать конкретно? Только не говорите, что молиться. Я говорю, а что вам тогда говорить? Не знаю, что говорить. Я вам говорил, что можно в храме служить, можно аскезу, можно пожертвование, можно пост. Но это все тоже влияет, но не так сильно. Потому что, когда вы молитесь, что вы делаете? Вы устанавливаете отношения с Богом и наполняетесь чистотой вот этой вот его. Надо отвлечься от темы. Перестать помнить о боли. Думать только о Боге, служить Ему своим сердцем. Ну, в данном случае мы не молимся, а просто повторяем, я желаю все счастья. Это как модель молитвы. Дома будете в своей вере молиться. «Я желаю всем счастья». Только не ему дорогу. «Я желаю всем счастья». Надо начать думать о Боге. Когда человек начал, он успокоился. С этого момента начинается вхождение в ту зону, где у вас больно энергии Бога. Бог сам входит туда. Самое главное – отвлечься от себя, начать служить, начать думать о других людях, о Боге, и забыться в этом. И как бы в этот миг, в этот час ныряю. То есть ныряю, то есть забудьтесь, ныряйте в этот океан любви. Забудьте обо всем. Служите, радуйтесь. И в этот момент чудо начнет происходить. Меняться начнет ваша жизнь. Все, поехали.